Ситуация в сфере малого и среднего предпринимательства оставляет желать лучшего. К такому выводу пришел уполномоченный по правам предпринимателей в НАУ Валерий Чупров. Об этом он рассказал журналистам в конференц-зале телеканала «Север». Нарушений прав бизнеса в Ненецком округе практически не происходит. Самые массовые обращения – 2-3 заявления. Критику уполномоченного вызвали в целом условия, в которых приходится работать бизнесу. На них влияют как федеральные факторы, так и региональные. Москва мешает развитию малого бизнеса высокими налогами, а также регулярным усложнением законодательства. Кроме того, Валерий Чупров обратил внимание на завышенную кадастровую стоимость земельных участков, что приводит к высоким налогам на землю. Предприниматели в 2013 году за небольшие земельные участки, допустим, начали получать квитанции, которые в 8-10 раз, в 3-5-8-10 раз больше, чем это было, допустим, в 2012 году. Недоработки есть и на окружном уровне. В округе, по мнению Валерия Чупрова, слабая организация деловой инфраструктуры. Основная проблема – предпринимателям попросту негде взять денег. В большинстве субъектов России созданы микрофинансовые организации, которые финансируются из региональных бюджетов и предоставляют бизнесу небольшие займы по щадящим процентным ставкам. В НАО таких учреждений нет. Более того, банковский рынок в регионе представлен всего тремя кредитными учреждениями, то есть о конкуренции говорить не приходится. Из-за этого предприниматели пополняют оборотные средства в двух источниках – либо потребительские кредиты на небольшие суммы под высокие проценты, либо в теневом сегменте рынка. Иначе говоря, у ростовщиков. Все это ведет к невысокой инвестиционной привлекательности региона и стагнации малого бизнеса, уверен бизнес-омбудсмен. Однако развернуть тенденцию вполне в силах окружных властей. Достаточно один раз вложить деньги в ту же микрокредитную организацию, и результат не заставит себя ждать. Совсем недавно у округа появились для этого полномочия. Дмитрий Щепанов, Николай Таратин, Телеканал «Север».